В Троицке продолжают устранять коммунальные аварии в круглосуточном режиме. Теплосети оказались не готовы к отопительному сезону из-за смены снабжающей организации. При подключении произошло около 10 порывов. Устранять их помогают челябинские коммунальщики. Тепло постепенно поступает в дома. Сейчас без теплоснабжения до сих пор остаются около 19,5 тысяч человек. Это 150 домов. Кроме того, без тепла работают 8 детских садов, 4 школы и больницы. За три дня отопления и горячее водоснабжение подали в 30 домов. В работе сейчас находится резервный трубопровод. По последним данным, основную магистраль запустят к концу завтрашнего дня. Есть проблемы еще по двум трубопроводам. Это магистраль Володарского и магистраль Ильина. На них есть ряд аварийных ситуаций. По улице Ильина в настоящее время заполнение идет. Теплоснабжающая организация заверила нас сегодня, что до 20.00 сегодняшнего дня сеть будет заполнена. И начнется подключение потребителей. Напомню, в Троицке не смогли начать вовремя отопительный сезон. Обеспечить всех жителей теплом в экстренном режиме распорядился губернатор Борис Дубровский. По поручению главы региона создан оперативный штаб. В Троицк из Челябинска направлены 4 мобильные бригады. 16 специалистов помогают в устранении аварий. Причиной стал износ теплотрассы вследствие небрежной эксплуатации прежней обслуживающей организации. При этом Троицкая ГРЭС полностью готова к отопительному сезону и подаст тепло в дома, когда аварии будут устранены.